Уважаемые коллеги, дорогие друзья, всем здравствуйте. Большое спасибо, кто пришел вживую, кто присоединился онлайн с разных городов и стран с сегодняшним тренингом. Он такой, я его первый раз провожу, сразу же скажу. Я не так часто провожу тренинги, к сожалению. В этом году первый раз, да? Вот, и я думаю, что должно быть интересно. Подготовился я в целом неплохо, как мне кажется, по крайней мере. И тема, на мой взгляд, она достаточно животрепещущая, да, потому что, к сожалению, все очень часто говорят про успешный успех, да, там кучу там различных и целых систем есть, которые на этом специализируются, которые огромные деньги, кстати, зарабатывают. Мы об этом тоже поговорим. Вот, но, наверное, гораздо важнее, что любой человек всегда эволюционно проходит этапы от своего развития до того, пока он ничего не умел, ничто не знал, в любой профессии это касается, поверьте на слово, до самых вершин успеха, до максимальных высот. И, как мне кажется, этот путь может пройти любой абсолютно. У меня любимая поговорка «ничего в этой жизни не предначертано». все всегда нами управляется, нами определяется, как мы это делаем. И кучу есть примеров, да, когда люди, которые, может быть, не имели каких-то результатов, совершали кучу ошибок, ничего у них не получалось, да, где-то, может быть, сменили 10 профессий, потом где-то находили себя и показывали совершенно выдающийся результат на благо себе, на благо своих родных, близких, на благо всех, наверное, да, на благо общества, вот. И поэтому у меня сегодня цель, наверное, больше воодушевить. Немножко, конечно, все это будет в риелторском аспекте, безусловно, да. Я, как по традиции бывает, поизучал опыты ведущих риелторов и посмотрел ведущие, книги почитал специально вот перед сегодняшним тренингом про вот эти трансформации систем, как правильно с этим работать. Немножко у нас, конечно, по традиции психологии будет, ну и каких-то таких технологических процессов тоже будет достаточно. Вот, ну сначала давайте начнем с такого крайне сложного вопроса, кому вообще нужен наш успех, кроме нас самих? Да, ну так вот, объективно. Сижу, думаю, думаю, да, наверное, по большому счету и никому. Да, то есть, ну давайте объективно, вот так если разобраться, от того, что у нас будет какой-то сумасшедший провал или сумасшедший успех в этом году, ну что-то поменяется глобально, вот кроме нас самих и может быть там, ну какого-то ближайшего нашего окружения. Ну давайте по-честному нет. Ну я так считаю. Нет, это вот очень важно, очень интересно. И, да, я забыл сказать, есть фото, видео, снимайте сколько угодно, да, там сторизы выкладываете, вообще нет проблем. Хоть онлайн, хоть офлайн, сегодня у нас открытый эфир, вот, никому не нужно, оказывается, кроме нас ничего, да, по большому счету, вот, касательно нас самих, да, у всех преследуют какие-то свои интересы. Да, компания, естественно, заинтересована, успехи сотрудника, это, понятно, экономические интересы, ваши близкие заинтересованы в вашем успехе, надеюсь, не по экономическим причинам, вот, а потому что искренне вас любят, да, это важно. Так мир интересно устроен, что сам человек ради себя часто не готов ничего делать, никто не сталкивался с таким явлением, мы с удовольствием все делаем ради других, да, вот, с удовольствием, ради клиентов, ради человека, который нам поставил цель, мы можем там, ради там, ну, там, не буду там много говорить, в общем, ради других готовы делать, да, ради себя нет. Очень много спрашивают, почему так, да, ну, как так странно выходит, ну, вроде, мы те люди, которым по большому счету больше всех нужен этот успех, да, и вот эта эффективность, и в то же время мы одновременно с этим так очень легко ради себя не готовы делать. Ответ очень простой достаточно в этом плане, и сейчас я его хотел там, да, это на мой субъективный взгляд, потому что человек сам с собой очень быстро договаривается, да, моментально. я вот шучу сюда на эту тему, что человек сам с собой договаривается за несколько секунд, буквально, да, вот поверьте, вы только решили что-то не делать, да, и все, результат, он уже будет, он, вы, у вас ни один мускул не сдрогнется, да, вы скажете, да, это нормально, да, на самом деле, зачем, в принципе, мне все эти деньги, да, зачем мне все это признание, вот, да буду жить, как жил раньше, все у меня будет хорошо, и знаете, что ужасно, и на самом деле все у вас будет хорошо, потому что для того, чтобы что-то реально достигать, вначале надо что-то очень сильно захотеть, и критично признать, что та ситуация, в которой сейчас человек находится, она в принципе, ну, не устраивает его, да, это кто-то скажет, ну, прописные истины, да, ну, знали мы это, знали, 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 да, вот, так все все знают, я вам так скажу, в мире нет, но критично важно уровень повторяемости, знаете, есть такая поговорка, если сто раз человека там назвать кем-то, да, он этим и станет, правильно, вот, точно так же работает здесь, уровень критической осознанности того, что вы хотите, как ни странно, парадоксально будет зависеть от чистоты, сколько это будет в вашей голове, сколько это будет уделено фокусу внимания, мы сейчас об этом поговорим, и от этого, как ни странно, зависит вероятность, что вы реально что-то хотите поменять, да, ну, как пример, давайте я там приведу пример, все думают, что мы управляем ситуацией, все, как, мы управляем ситуацией, которая с нами складывается, насколько сильно, насколько сильно мы управляем ситуацией, кто как считает, 50% да, сказали, коллеги, я вам скажу очень плохую новость, мы вообще ничем не управляем, да, это уже до нас исследование, значит, примерно 97-98% ответов бывает в нашей голове до того момента, как мы что-то решим, никто никогда не задумывался, вот мы что обычно, мы говорим как, откуда у нас мысли возникают, да, то есть откуда мысли возникают, то есть почему, а? От прошлого опыта, правильно, от того, что есть в нашей голове, то есть мы почти при принятии решения нам очень сложно с этим бороться, да, в нас все предопределено, мы так устроены, что вот все, что мы думаем, это мы на самом деле не думаем, да, а мы всего лишь даем то, что и так и нас существует, то есть мы выдаем ту информацию, которая и раньше нас приводила к этим результатам, ужас в том, что примерно основную часть решения человек принимает по тем шаблонам, которые он раньше принимал, значит все знают знаменитый этот тест, когда говорят нарисуйте новое животное, которого ранее не существовало, что все начинают рисовать, ну кто мне вчера, не вчера был в Сургуте, сказали чебурашку, вот, на самом деле плохая новость в том, что все начинают рисовать животное, которое было раньше, допустим, туловище слона, голова, к примеру, льва, да, или там чешуя, допустим, условно, ну кто-то рыбу рисует, и голова там, не знаю, кого-то, условно суслика, вот, и понимаете, в чем ужас, мы все наследники того опыта, который имеем, мы это не понимаем, и мы есть его отражение, есть другая известная поговорка, ты, это есть средняя производная от пяти человек, которые тебя окружают, да, то есть вот все, что они нам говорят, мы думаем, ну вот кто-то, мы иногда думаем, кто-то негативит вокруг нас, да, и думает, ну вот какой негативщик, а знаете, в чем ужас, мы со временем тоже становимся такими же негативщиками, да, и мы со временем также начинаем воспринимать реальность. Проводили опрос среди трех тысяч директоров США и спросили, сколько они думают, да, сколько думают, ну, крупный, это крупный руководитель американских корпораций, и там был ответ на вопрос, думаете, думают всего девять минут в день, в среднем, даже такой большой руководитель думает девять минут в день, все остальное он откуда берет? То, что раньше существовало, да, у него предопределен ответ, и вот сейчас даже вы удивительным образом, что бы вам ни говорили, вы задумывались о том, что у вас внутри уже ответ сидит, да, и вот попробуйте кто-то его исправить, да, и поэтому вполне резонна ситуация, что когда человек попадает в какой-то такой негативный момент достаточно, ему почти невозможно исправить эту ситуацию. Я сегодня подготовил еще много тем, да, у нас сегодня формат будет без презентации, специально такое выбрал, набросал себе несколько пунктов, о которых хотел рассказать, что определяет успешного человека, кто как считает, а что он делает лучше других точно. Да, ну, знаете, я, на сожалению, онлайн тренинг, да, знаете, самое интересное, это, я думаю, многие сейчас согласятся, он делает, он умеет себя заставлять делать то, что ему не нравится, да, вот, потому что, я серьезно говорю, это, я считаю, главный признак, который профессионал, он, и как я это в шутку называю, он умеет отрабатывать программу, да, в любой ситуации, в любом настроении, в любом расположении духа и так далее. И это действительно так. Почему? Потому что, когда мы не четко понимаем, что все-таки зефирный тест все знают, правильно, я думаю, там, буквально, кто не знает 10 секунд, что есть детям доказали, что эффективность человека зависит от того, насколько он сопротивляется соблазнам. Соблазны – это очень такие серьезные вещи, они нас поджидают на каждом пути. Как я шучу, все маркетологи мира всегда думают о чем? Как сделать так, чтобы человек соблюдал интересы кого-то другого, но не свои личные, да? Я ничего не имею против маркетологов, все знают, особенно наших, мы их все любим, вот, но на самом деле там очень сложная задача. Бывает грамотный маркетинг, когда человеку реально помогает, мы об этом говорим, потом поговорим, как это правильно делать, да, как можно находить эти процессы. Но, как правило, всегда существует огромное количество таких вот соблазнов, которые, ужас в том, что они еще искусственные, они кем-то управляют. Вот давайте вам самый простой пример приведу. Допустим, просмотр телевизора. Для чего мы смотрим телевизор? Кто как считает? Эмоции. Ну, эмоции, интересно, правильно? Прикольно, что называется. Почему так сложилась ситуация? Во-первых, сила привычки, потому что мы привыкли в детстве его смотреть, согласны? Я думаю, в детстве почти все смотрели. Это незаметное привыкание происходит, потому что так надо было, да? А если задаться вопросом, зачем было телевидение, для чего? Вот так вот. Кто его задумал-то вообще? Это большой бизнес, да, все это понимают. Если даже это не бизнес, то это большое влияние. То есть это некое такое, знаете, активное формирование каких-то позиций. И это нужно. Порой это имеет положительное значение. Но в наших ли интересах это? Если сейчас это дальше изучать, можно прийти к выводу, что просмотр телевизора, по сути, это, знаете, что это вы берете деньги из своего кармана и ложите в чей карман? Каких-то других людей. Не только деньги, но и ресурсы, внимание. Да, ведь в это же время можно было что-то очень полезное много делать. Но кто как считает, почему мы это делаем? Ну, я уверен, большинство абсолютно это делают. Да, это нормально, это хорошо. Я никого сегодня, коллеги, я никого не критикую. Сразу скажу, никого против ничего не имею. Каждый человек свободен выбирать то, что делает. Это личное дело каждого. Моя задача сегодня просто немножко такие, знаете, позадавать вопросы, чтобы все чуть-чуть задумались. И, может быть, попробовали что-то делать по-другому. И, может быть, это бы хорошо получалось. Теперь немножко про химию. Все знают, есть такие явления, как гормоны. Мы управляемся гормонами. Все согласны? Конечно, бесспорно. Самый страшный какой гормон? Да, это доморфин. То есть он, так если немножко про это все, буквально две минуты про это проговорить, то есть все, что нужно знать о доморфине. Сейчас я вам расскажу. Значит, хромосома человека, ДНК человека, на кого очень похоже, кто знает? На крысу, кто не знает. У нас очень схожа ДНК, да, там хромосомы, очень многие хромосомы совпадают. И в чем суть? Значит, знаменитый тест проходил. Крысу садят на велосипед и подключают электроды к проводу. И когда, в общем, электроды, это там, чик, и доморфин ей в мозг, да. Думаете, что происходит с крысой? То есть она садится на этот велосипед, получает первую дозу этого доморфина. Потом я скажу примерно в сопоставлении, с чем это было для человека, примерно плюс-минус. Ну и все. И крыса, рядом лежит сыр, да, лежит крыса противоположного пола, грубо говоря. И думаете, что-то нужно человеку? Не человеку, а крысе. Нет, она жмет, и все тысячу крыс ставят на велосипед, тысяча крыс умирает. Да, от голода, просто потому что ей нужен этот гормон счастья. То есть это так, мы так устроены, коллеги. Мы, и не только сегодня коллеги смотрят, да, кто присоединился, мы так устроены, мы всегда будем стремиться получать удовольствие, это наша природа. Если кто-то думает, что он какой-то другой, то это не так. То есть у нас у всех это очень сильный процесс, и поэтому, когда встает выбор, условно говоря, вечером посмотреть телевизор, да, или не посмотреть, мы всегда что сделаем? Посмотрим, конечно, конечно посмотрим, потому что все, нам нужно вот этот доморфин, вот к нему очень сильное привыкание природы. Вот, дальше теперь давайте смотреть. А если все это так теперь отбросить, да, эффект, кто-то скажет, не, это же похоже на наркоманию, да, что это такое, неужто мы все наркоманы просто не признаемся в этом? Вот, да, это правда? Вот, мы все наркоманы только не признаемся в этом? Вот, но это сложно себе признаться, да, все же считают себя здоровыми, что они все делают правильно. Что делает наркомания, если немножко про наркоманию, Значит, наркотик, он, естественно, не является доморфином сам по себе, все это понимают, правильно? То есть это там опиаты, группа опиатов, но наркотик стимулирует в 10 раз большую выработку доморфина, чем самый большой кайф, который человек может получить, скажем так, естественным путем. Да, так это назовем. Ужас в чем? И одновременно перестает вырабатываться свой доморфин. То есть вот это химическое, почему наркоманам тяжело слазить, мало того, что они привыкают к этой огромной дозе, пример с крысой я объяснил, они еще сами потом не могут его вырабатывать. То есть у наркомана после 2-3 месяцев использования каких-то наркотиков, у него почти перестает свой доморфин вырабатываться. И ему, мало того, ему уже не хватает, поэтому это очень тяжелое заболевание, безусловно. Вот теперь давайте, это я, конечно, всех немножко попугал вначале, что-то все грустные стали. Вот, я, конечно, жесткую вещь сделал, что сравнил неэффективность, да, и неспособность становиться лучшей версией себя с наркоманией. Ну, я тут сильно переборщил, нет? Не сильно, согласны? Вот, конечно, я переборщил, это такая аллегория некая, да, преувеличение. Но это правда, да, это надо вот понимать. И когда ты вот это осознаешь, вот эти пограничные, вот эти варианты, они помогают лучше осознать, что происходит, да. Потому что вот эти, так называемые, гиперберализация чего-то, она всегда полезна, да. Нужно доводить ситуации до абсурда, чтобы иногда понять правильные ответы, потому что в обычной жизни оно незаметно. Давайте дальше, если немножко там продолжаться, да. Еще про вот эти гормоны. Значит, ну, такой очень интересный гормон у нас существует. Окситоцин, да? Что это за гормон такой? Гормон безмятежности. Безмятежности, да, что он нам? Ну, безмятежности вообще это серотонин, если так уж, по-честному, в большей степени. Вот смотрите, окситоцин это гормон такой нашей социальности. Вот кто-то с друзьями пообщался, хорошо на душе становится? Хорошо. У нас возникает вот это, как правильно Юля сказала, такая безмятежность, да. То есть этот гормон, он очень важный в организме. А еще он, знаете, когда вырабатывается? Когда ты достигаешь какие-то выдающиеся результаты, да. То есть он точно так же, это гормон такого радости, когда вот бывает сделку сделал большую-большую, едешь и тебе прям хорошо, да. Грубо говоря, вот прям на душе, прям, знаете, прям вот, что какая-то, говорят, теплота изнутри подходит к самому сердцу. Это вот этот гормон, да, потому что ты получил результат, да, тебе кайф. Так, человек к нему привыкает? Привыкает, вот, привыкает, да. И это очень важно. И, ну, давайте, про это не буду долго останавливаться. То есть я что хочу сказать? Все, что мы делаем, предначертано очень сильно химией. И поэтому с этим сложно бороться. И поэтому большинство людей, когда куда-то попадает в какую-то там неудачу, да, из этого сложно выбираться. Потому что мы всегда привыкаем находиться в тех условиях, в которых живем. И наш целый механизм защищает от того, чтобы мы, ну, что-то куда-то там стали развиваться, да. Второй, давай, пример я приведу, да, это, допустим, ну, вот таблетки. Да, простой пример. Все же знают, что эту шутку, что с таблеткой ангина, ой, грипп лечится за две недели, без таблеток он лечится за 14 дней. Вот. Поэтому это правда, кто не знает, да. Это есть, я, ну, все знают, я там противник употребления любых лекарств. Я сейчас, лекция не про это, да. Но если интересно, я вот 18 лет не пил ни одного лекарства вообще, ни в какой форме, ни одного витамина. И уже 18 лет ни раз не болел. Вот. Тоже ничем абсолютно. Вот. Почему? Потому что организм, он идеален, в нем все есть, да. Но как только, все же знают, допустим, антибиотики, что их надо постоянно? Чуть больше, да. Там их тяжелее назначают, да. Вот поверьте, если пичкают антибиотики, их надо больше, 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 потому что, ну, люди со временем не могут с этим бороться. Значит, смотрите, так же, вы не поверите, так же примерно происходит с неудачами. То есть, чем больше человек получает неудачи, тем ему потом нужно больше получить удачу, чтобы поверить в то, что он что-то может, да. Это я вам точно говорю. То есть, это такая зараза, я вам по-другому не скажу. Почему вот каждая, давайте немножко уже так переходить, да. Почему каждая неудача опасна, она у нас формирует такое мнение о себе. Да, у нас очень хорошие защитные механизмы. Человек всегда считает, что самым лучшим, самым умным себя, правильно? Вы знаете, в школе у учителей провели эксперимент, значит, в российской. Спросили, являешься ли ты умнее среднестатистического учителя в этой школе. 94% сказали, да, конечно. Вот, то есть, человек достаточно быстро может сам себе рассказать, что он самый умный, самый лучший, у него все хорошо, все прекрасно. Ну, как правило, это бывает не так, да. Вот. И теперь сложный возникает вопрос, почему сейчас вот немножко перейдем уже к главной тематике такой, да. Что при этом одновременно это не приводит к уверенности в себе. Никто не обращал внимания. Человек считает себя самым лучшим. А когда речь заходит об уверенности в себе, уверенно в себе среди тех, у кого не получается, и в глубине души люди это понимают, да, там всегда уверенность в себе, она маленькая. Так, давайте вот чуть-чуть двигать. Я вам сейчас немножко три таких важных момента расскажу. Значит, что формирует вот эту энергию лидера так называемого, да. А вы сами для себя решите, присутствует ли у вас этот процесс или не присутствует. Просто пока перечислю. Первое, это уверенность в себе, это я считаю самое важное. Второе, это энтузиазм, да, всегда нужно, всегда нужно, я сейчас об этом остановлюсь, все делать энтузиазмом. И третье, это цель, да. Вот поверьте на слово, я понимаю, что это звучит немножко, может быть, даже примитивно из моих уст, да, но наличие вот этих трех факторов вполне достаточный для успеха в тех отраслях, где нету больших системных знаний. Сейчас я постараюсь разобрать чуть подробнее вот эти процессы. Давайте начнем с самого главного, с цели полагания. Мозг, вот как вы считаете, счастье через какой период времени ощущает? Я вот сейчас всем скажу, ребята, в 2072 году у нас все будет хорошо. Кому-то стало от этого лучше? Хоть капля гормона этого даморфина у кого-то добавилась из-за этого? Нет, да? Допустим, ну, я, допустим, там другое сейчас скажу. Так, в 2025 году у вас доход увеличится на 30%. Чуть-чуть, да, что-то как будто вот стрельнуло где-то такое слегка, но где-то еще далеко. Теплее. Теплее, теплее, да. Дальше я скажу. Так, завтра получите внеплановую премию 100 тысяч рублей. Да, морфинчик, я думаю, там максимально. Но это шутка, конечно, к сожалению, да. Вот. Но вы почувствовали, да, разность вот этих эмоций? Цель, она чем сложна, долгосрочная, мозг ее не воспринимает. Он вам не подкрепляет в химии все это. Это сложно делать, да. Он вам не дает никаких вот на химическом уровне ничего там не работает. Вот эти цели. А может ли человек существовать без химических уровней? Вот смотрите, чем искусственный интеллект отличается от естественного? Кто как считает? Вообще в целом. Знаете, у нас, у искусственного интеллекта, интеллекта мышление происходит без эмоций. У него из цифр происходит анализ. Да, он, у человека какой интеллект самый необычный интеллект? Он пророс из эмоций. То есть высшее развитие эмоций у нас так переплетено. Это и есть мышление. Правильно? Это высшая степень всего. Поэтому здесь вот и кроется вот эта вся сложность процесса. И она подкреплена очень сильно химией. И поэтому вот эти большие целеполагания, они, к сожалению, химии не подкреплены. И когда вы сами себе скажете, хочу по итогам 2023 года, каждый всем решит. У вас нет инструментария, да? То есть вы, как мы привыкли обычно, и я в том числе не исключение, поверьте, мне тоже было очень сложно с собой прорабатывать все вещи. Это я потом потихоньку, когда вот до всего, чего вам сейчас рассказываю, стал доходить, стало что-то получаться, да? Хотя бы, я стал понимать, насколько это сложно, оказывается, в процессе мало что-то сказать, надо при этом делать. В общем, все. И вот у нас, понимаете, нет механизмов, оказывается, мы беззащитны. Все. Все. Мы остаемся сами себе. Значит, реальный срок наличия химического подтверждения только через две недели. Все. Поверьте, уже на 21 день не работают вот эти гормоны. Отсюда и вот эта привычка формируется 21 день, да? Потому что она формируется уже, ну, там, эмоции. То есть вот есть вот эти там в нашей природе вот такие закономерности, сроки, которых там еще только предстоит изучить, пока не знают четко, как все это работает, пока это, ну, наука не пришла к этому. Но мы уже на каком-то таком эмпирическом уровне все примерно вот это чувствуем и понимаем. Так вот, когда я говорю о целеполагании, получается, его мало поставить, его надо глубинно понять. В начале года все пишут, что нужно исполнить? Нужно исполнить. То есть давайте теперь дальше, я потом к этому вернусь, теперь про энтузиазм. А энтузиазм от чего зависит? Энергия. Ну, энергия – это такое слово. Слушайте, я… Давайте сейчас поспорю. Все профессора, профессора как выглядят, знают? Как они выглядят? Ну, вроде без энергии такие. Да? Не сказать, что ее там много что-то называется. Вот. Смотрите, это интересно, да, но все великие открытия мира кто делает? Вот эти люди, которые, как нам кажется, что что-то с ними не то, да, что они такие все дряхленькие, туда-сюда. Вот. А внутренняя энергия огромная. Вы правы, я только добавлю слово внутренняя энергия. Внешне она почти, если честно, вот те процессы, которые я сегодня описываю, внешняя энергия почти не важна. Я сейчас вам расскажу, для чего она важна, да, и как она работает. Но вот на этих уровнях это такая внутренняя сила мозга, да, которая умеет правильно работать. А все знают, что наш мозг, он уникален. Мы его используем только на сколько процентов? Ну, в основном на 2, на 3, таланты на 5, уникум мы на 10. Все. То есть больше мы не используем свой мозг, да. В книжке приводится пример для понимания, что такое мозг. Это, по-моему, где я это читал? Красная таблетка, а Курпатова, если не ошибаюсь. Что пример приводится, говорит, ну вот на машине ездите, ездите, управляете, управляете, руль, коробка передач. Все. Как внутри там что устроено, ну, весомая часть людей не знает, да. То есть грубо говоря, сейчас вот кто-то может за всю жизнь, никогда в жизни эту машину не соберет, если ее разберет сам на запчасти, кто-то никогда в жизни ее не соберет потом. Вот. Точно так же с нашим мозгом. У него огромные возможности. Он регулирует все наши действия, процессы, память, мышление, да. Даже вот зрение. Кто как считает? Мы как видим-то вообще? Да, у нас, знаете, у нас оказывается в глазу камера-то очень плохая. Вот вы сейчас меня смотрите, на самом деле глаз у вас видит очень слабые очертания. Вот. Но за счет того, что с разных сетчаток берется, мозг потом все это синхронизирует в картинку единую. И вы меня четко сейчас видите. И на экране, и здесь, да. На самом деле сам по себе глаз почти не видит. Это какие-то вот такие каракули будут очертания у меня. Представляете? Что мозг может вытворять, да. Вот. Только-только там айфоны к этому подходят, чтобы там картинку улучшать незначительно, да. А мозг, представляете, какая эволюция провел. С камеры, по сути, все понимают технический процесс. Делает очень качественную картинку, которой ни на одном айфоне нет, да. Вот. Это круто. Это вот такие возможности. Представляете, да, что происходит? Это вот для осознания себя, да, для силы каждого. Какие в нас в каждом скрыты от природы, уже возможности отказываются. И поверьте, они везде такие скрыты, да. Просто кто как считает, почему мы все это не используем? Вот у кого какие точки зрения? Сейчас я вам скажу еще более плохую новость. Слушайте, знаете для чего? Потому что природа сделала выбор, чтобы мы дольше жили. Потому что если мозг быстро начинает использовать, мы будем жить все лет по пять. Потому что у нас только энергии нет. То есть и поэтому упростили все. Посчитали, пусть человек живет. А почему живет? Чтобы воспроизводство было, да. То есть когда все это задумали. Ну давайте, про это много говорить не буду. Просто главное вот это поймите, что где-то... И, по-моему, сделали с запасом, да. То есть есть тоже серьезные такие данные. Все-таки кажется, прогресс вперед идет. Но люди с каждым годом все меньше используют свой мозг. Это тоже доказано, да. Потому что сейчас вот даже... Знаете, как я всегда шучу на эту тему, что в 61-м году на логарифмических линейках улетели в космос. Согласны? А сейчас на iPhone что делают? Фотографируют еду. Вот и все, что нужно знать вообще о людях. Вот. Поэтому, смотрите, давайте дальше переходим. То есть разобрались, да? Теперь вот эта первая часть была, она была про нас. Как у нас все устроено, как работает. Энтузиазм я постарался. Я понимаю, что это не раскрыл тему. Но теперь давайте дальше переходим. Энтузиазм все-таки надо рассказать, что и там, да, как. Вот смотрите, что такое энтузиазм? Энтузиазм это способность в конкретный момент времени чувствовать себя бодро, хорошо. Это гормоны, я вам сразу скажу. Не пытайтесь никак с собой бороться. Это будут гормоны. Это очень сложная взаимосвязь физиологии и нейропсихологии. То есть физиология как, что вам будет давать? Силы, энергию, такую внешнюю, да? Нейропсихология будет давать внутреннюю энергию. Давайте я приведу пример. Вот все знают, что такое депрессия, да? Что такое депрессия? Грусть, это просто у нас, грусть, все уже знают, грусть это культурное описание какого-то гормона, да? В нас впрыскивается, ну и мы становимся такие, допустим, а перед депрессией что вначале бывает? Гнев, согласны? Гнев, кто не знает гнев, депрессия не бывает, просто гнев, ты пытаешься с чем-то бороться, правильно? Согласны? Тебе прет, ты прям, тебе прям, ты вот это. А когда депрессия, что? Тебе становится, да в принципе все не важно. То есть, ну не получается, ну и не получается, согласны? То есть после депрессии еще следующее, уже какое состояние бывает? Апатия. Апатия тебе вообще напрочь становится. И даже, и у тебя даже уже нет внешних признаков возбуждения, у тебя просто депрессия, хоть по человеку видно, что у него депрессия, да? Апатия, он все, ноль вообще. Вот. А как гнев, как вы считаете? Почему гнев вдруг переходит в депрессию? И можно ли из гнева перейти не в депрессию, а допустим в нормальное состояние? От чего это будет зависеть? Вот. Это у каждого свой, сам пусть разбирается. Все просто. Давайте я немножко тоже сейчас пообъясняю. То есть, что такое гнев? Гнев вам пришел что? Кортизол. Да, кто не знает. Кортизол что? Это гормон стресса. Для чего вырабатывается? Для того, чтобы помочь организму в экстренных ситуациях. То есть, очень сильно, допустим, когда там роды происходят, да? То есть, там целые механизмы. И как результат мы получаем, что он нам помогает. Вообще, он изначально, кортизол был придуман, допустим, когда человек охотится, видит, там, допустим, льва, да? У него раз кортизол, и он прям становится раз, может делать. Вот потом, по мере развития социологии, гормон стресса когда стал вырабатываться? Не когда мы льва видим, а когда видим нерешаемую задачу, да? А у нас в жизни их много? Много. У нас объем задач стал больше, да? Если там раньше было задач мало, задача очень сильно увеличивается. Поэтому очень большая часть людей, они испытывают достаточно регулярный стресс. У них кортизол больше нормы. Это большие исследования, там, почитайте, кого сегодня тема заинтересует. В общем, и все, и это все просто достаточно, да? Мы как на себе картинку для нас видим, да? Вот так ее производит, грубо говоря, наш организм. Мы, которые пользуются только рулем и коробкой передач, как это видим? Что-то я нервничаю. Что-то у меня как-то все неспокойно, да? Что-то я ни за что взяться не могу. Вот, что-то не то. На самом деле происходит сложный внутри химический процесс. Все, это про энтузиазм. Энтузиазм это уме... Так, и следующий вопрос. Может ли теперь, вот, совсем сложный вопрос. Человек отрабатывать со всем, что я вам говорил сегодня, да? Или это так глубоко уже в нас сидит, вот, все, что я говорил в первой части, что мы не властны над собой, да? И мы прямо вот животные-животные. А? Можно отрабатывать. Я вам скажу, да. Ответ, да. Но это, слушайте, очень сложно. Да? Я вам скажу, что это почти невозможно. И вот успешные люди, неважно в какой сфере, да, они это хорошо умеют делать. Помните, я с чего начал? Что человек хорош профессионал тогда, когда он работает, ну, вот, в своих вот не самых лучших состояниях, да? И вот, мне кажется, вот, надеюсь, что все так немножко поняли, разобрались. Ну, давайте дальше переходить, теперь немножко от химии. Перейдем немного таким более понятным процессом. Вот, давайте простой пример я вам сейчас задам. Мы поставили себе какую-то цель, да? Мы, как мы понимаем, когда мы понимаем, что ее не достигнем, кто как считает? Давайте так. Любая цель, можно оценить вероятность достижения цели? Да. Достигнута ли цель, достигнется ли цель, которую мозг даст низкую вероятность? Нет. Какие защитные механизмы сработают? Он вас убережет от этого, да, потому что это большой напряг, это очень сложно, и, поверьте, вас незаметно с нее уведет. Поэтому первая всегда задача, как ни парадоксально, это планирование. Главная ошибка, что отличает успешных людей от неуспешных, это планирование. Потому что без планирования цель сразу же кажется нерешаемой. Слушайте, я это сколько раз видел в своей жизни среди бизнесменов, риэлторов, среди там даже систем целых, да? Потому что когда ставится большая задача, и потом люди ее нехорошо технически не подкрепляют какими-то конкретными шагами, ресурсами, инструментами. Сейчас прихожу к риэлторской деятельности. Хорошо, с этого момента уже все. У меня такой план и был, где-то вот минут 35 там порассказывать в общем и перейти к риэлторской деятельности. Нужно всегда иметь планирование. Да, я привожу простой пример. Вот все же говорят, вот риэлторский бизнес, это бизнес там людей, которые любят свободу, у которых день там им принадлежит, да, и они что хотят, то и делают. Слышали такое? Наверное, когда на работу устраиваются. Вот, я знаю некоторые HR, а они до сих пор так говорят. Вот, и так продают профессию, да? На самом деле это большая иллюзия. На мой взгляд, самые большие успехи, они всегда про планирование, про регулярный менеджмент, про повторяемость процессов. Привожу простой пример. Какой риэлтор будет успешный, у которого, это, слушайте, далеко ходить не надо. Я сегодня имена решил не называть, да, просто, ну, все их, наверное, догадаются. Вот мне один из риэлторов, один из топовых. Слушайте, 6 часов в неделю распланировано у риэлтора, да, то есть у него есть маркетинг час, там он что делает? Анализирует подачу рекламы, анализирует, с каких каналов приходит, да. Иногда даже, я знаю, позовет маркетолога, говорит, так, вот на, посмотри мои потоки, вот посмотри, где, 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 где мы, что исправить, да. Даже на такой маленький блок подключает внешнего этого. Развивается в этом плане, ну, если это не ставить в планировании календарь, по умолчанию человек склонен этим заниматься? Нет. Он будет как сумасшедший, вот так вот, знаете, что называется, каждый день, да, не остановить, даже у него не будет время проанализироваться, остановиться и посмотреть. Все дальше он потом добавляет час, час повышения навыков. Навыки надо всем повышать, я сейчас об этом поговорю тоже обязательно, да, потому что всем кажется, есть такая точка зрения, что-то падает у меня результативность. Раньше у меня было все хорошо, а сейчас что-то не так, да. Это касается бизнесов. Я, например, приведу, допустим, сейчас из 500 крупнейших компаний мира, которые существовали 15 лет назад, думаете, сколько существует уже? Меньше 200, все, остальные просто исчезли, не просто убыточные или что-то с ними, они уже не лидеры, их просто нет вообще, да. И это насколько все быстро, вот это вот так вот происходит. Вот поэтому дальше этот же топовый риелтор, что там делает? Есть у него прям функция прозвона, то есть садится, выделяет два часа в календаре и пошел-поехал, да, что называется. Вот, в результате планирования цель движется легче, да, я свой календарь расскажу, у меня тоже все распланировано, да. И вот когда я начал так делать, уже более-менее стабильно, тогда только компания стала по-настоящему расти, потому что верхние маячки, вот здание строится, да, ну, представляете, сейчас кто-то придет и начнет строить здание там не по чертежу. Она скажет, ну, я сейчас так вот полеплю-полеплю что-нибудь там, что-то сделаю, вот, ну, ничего не получится. Также вся наша деятельность подается какому-то планированию, структурированию, поверьте, абсолютно любая, да. Поэтому мы тем самым от чего уходим? От природы, да, то есть мы из природы, я никого не призываю становиться компьютерами, боже упаси, да, но вот там вот другая неправильная крайность, и ее чуть-чуть надо в такую оболочку какую-то технологическую, если честно, заводить. Это очень важно понимать. Это та ошибка, которую большинство совершает и это не признает, и как результат очень тяжело. Дальше, сейчас вот книгу читал «Дилемму инноватора», она рассказывает удивительные вещи. Лучше всего новые открытия в определенном виде бизнеса всегда кто делает, как вы считаете, кто в нем раньше не работал, да. Вот какие книжные знаменитые примеры есть, да. У нас кодек не стал делать цифровую фотографию, да. Кто не знает, ну это известная история, к Nokia пришли с этим тачскрином, как Apple, да, и руководитель Nokia сказал, эта ерунда работать не будет, только кнопочные телефоны. Вот это наше будущее на века. Вот, все, через пять лет там, ну, типа, по сути, не стало, да. Вот. Точно так же очень подобная была ситуация на рынке телевизоров, да, когда там одна из компаний не стала там много инвестировать деньги, да, и со временем вот эти ламповые, ну, потеряла, не перешла на жидкокристаллические. Ну, то есть куча примеров в каждой сфере проигрывает технологическую революцию. Значит, у нас в нашей жизни происходит так же. Вот смотрите, у каждого, что мы делаем, есть свой цикл эффективности. Почему человек всегда будет держаться за старое, кто как считает? Вот смотрите, мы всегда, знаете, почему? Я вам расскажу. Потому что у нас есть такое явление, как страх, есть коэффициент, давайте я вам так, это, по-простому сейчас постараюсь рассказать. Что важнее, допустим, у вас миллион рублей, да, вам говорят, вложи миллион, есть шанс получить пять миллионов. Вложите? А? А? Слушайте, большинство людей, которые хоть чуть-чуть знакомы со стратегией, первый вопрос он спросит, какова вероятность получить эти пять миллионов, да? Вот. И очень важно понимать, что, как правило, миллионом, всем, что есть, никто не рискнет. Все согласны? Ну, потому что, ну, это надо в здравом уме находиться. И даже один процент вероятности все потерять, это очень дорого, да? У нас очень часто, в последнее время, все больше клиентов покупает недвижимость, снимает деньги с банков. Почему? Ну, потому что, как бы, переживает за финансовую систему, да? И им кажется, что здесь больше вероятности ее сохранения. Они, понятно, не сомневаются в ней, но кажется, что больше. В чем суть вопроса? Точно так же у нас мы всегда будем бояться потерять то, что есть, потому что у нас есть эффект собственничества, да? Правильно, наверное. Собственника, наверное, более правильное слово. В чем он проявляется? Тоже известный всемирный эксперимент. Человеку дают безделушку, говоря, сколько стоит, да? За сколько купишь? Он что говорит? Пять долларов, пять рублей, допустим. Потом берут эту, говорят, теперь она твоя, за сколько продашь? А? Восемь? Восемь? Ну, пятьдесят это это, ладно. Вот, то есть за восемь. Что это доказывает? Когда то, что что-то становится нашим, мы его излишне бережем. Почему? Потому что защитные механизмы включаются. Это я вам пример показал на вещах с привычками, действиями точно так же. То, что мы делали, даже если нам не приносило результат, мы это оцениваем, да? У нас, в нас так заложено. Есть теории такие серьезные, а недавно думал над этим сам, это нигде не написано, это просто у меня предположение, сделано в том числе из-за детей. Потому что вот этот родительский инстинкт, он же невозможно его отдельно сделать. Все понимают, когда что-то вшивают в организм, надо ее, он где-то еще показательный других вещей касается, отсюда жадность, да? То есть нам же надо детей, ну, как себя воспринимать, чтобы их там 18 лет, да, кормить, поить, там, чтобы мысль даже ни одна не закралась, зачем я это делаю, вот. То есть там эффект вот это солнечное, что ты начинаешь то, что более-менее тебя касается, воспринимать как свое, да, и готов больше отдавать. Вот мне кажется, вот такая злая шутка играется с нами в жизни потом, да, что мы не способны, то, что мы сами когда-то делали, себе продали, мы потом это не можем изменить, да. Если дальше природу посмотреть, допустим, с физиологией она по-другому делает. Кожа когда отмирает? Каждый день, кто не знает, у нас 7 слоев, через неделю он обновляется, да. Зачем так природа сделала? Ну, клетки, все знают, регенируются очень быстро, да, организмы. А привычки почему? Почему нейромир не обладает этой функцией, наш такой же, вот то, как считает? Никто никогда не задумывался, почему так, да? Почему, допустим, на физическом уровне сделали, а с мозгом сыграли злую шутку и сделали наоборот? Да, что все, что мы имеем, это, как правило, оно всю жизнь останется с нами. То есть это очень сложно. Вот, четкого ответа нет, это так природа сделала, да. То есть это вот такая базовая аксиома установки нашей жизни, с которой мы все потом боремся. Так, ладно, давайте, сейчас пригрустили, да? Грустно, потому что все это, коллеги, а что вы думали? Это грустно. То есть было бы все так просто, вы, слушайте, все бы, сейчас бы, как некоторые, я уверен, сейчас слушают с югов, с там, Таиланда, да, и так далее. Вот, но тем не менее. Так, давайте дальше переходим. Тут разобрались, правильно? Все, про вот эту дилемму инноватора и почему человек должен уметь сам себя постоянно улучшать, да? И почему важно планирование, почему цели не работают. Тут все мы понимаем. Теперь следующий вопрос. Теперь немножко давайте перейдем к деятельности. Работать в продажах прикольно, нет? Как вообще? Но многие не любят. Вот кто не в нашей сфере, согласны, они так это. Иногда к риэлторам, ну, как-то так относятся. Хотя, мне кажется, достаточно такая чистенькая профессия, благородная. Помогаем людям решать жилищный вопрос. Делаем это классно. Да, теперь перейдем непосредственно к такому моменту. Когда человек к нам обращается за приобретением или продажей недвижимости, кто как считает, вот в первую очередь, что ему от нас нужно? Зачем вообще он к нам обращается? Решить проблему. Ну, решить проблему, да. Давайте я вам сейчас приведу пример. Вот, допустим, приходит потенциальный клиент, да, или просто человек интересуется недвижимостью. Вот очень интересно, как происходит вот этот выбор. Почему вдруг человеку нужна недвижимость, как правило? Ну, давайте я сам буду отвечать, ладно, раз у нас там это. Вот. Знаете, это очень по-разному формируется. Да, вот как вот эта мысль вообще зарождается? Да, что все, мне нужна недвижимость. То есть она же не из бухты-барахты берется. То есть потребность, она растет, как всегда, постепенно, согласны. То есть она не так, о, все, хочу недвижимость. То есть это длинный процесс. Мы это редко публично озвучиваем, но средний срок от мысли, когда человек хочет купить недвижимость, до сделки, думаете, сколько? Правильно, вы правильно ответили, 6 месяцев. 5 с половиной, если говорить точнее. Мы видим, потому что мы можем сейчас примерно понимать, когда человек на сайт начинает заходить. Потом он, когда регистрируется в личном кабинете, и потом, когда он делает сделку. Мы сейчас видим все эти цифры. Так вот это полгода примерно. Причем он где-то 5 месяцев, потом месяц задаток, потом сделка. Вот такие цифры. Отсюда правило. Мы когда уже клиента реально получаем от него информацию? Понимаем, что у него потребность сформировалась? Поздно. Если честно, очень поздно. Ну, теперь давайте по-простому начнем. Есть, все знают, очень много топовых риэлторов, которые достигают феноменальный результат. А за счет чего? Давайте вот быстренько. Три главных качества топового риэлтора. Так, трудолюбие, скорость. Еще что? Непрерывное обучение. Значит, смотрите, насчет непрерывного обучения. Все знают фразу Черчилля. Пока человек обучается, он молод. Если человек перестал обучаться, значит, он умер ментально. Это, кстати, я с этим согласен. Об этом дальше поговорю. Так вот, если поговорить про… То там есть три таких качества, которые очень интересны. Самое первое качество, и оно, мне кажется, одно из самых таких, ну, наверное, даже сложных. Вот они реально глубинно все-таки умеют общаться с людьми. Я вам ответственно заявляю. То есть общение с людьми – это талант? Вот это я свои сейчас рассуждения на эту тему передаю. То есть они формируются из трех моментов. В свою очередь, вот умение это общаться. Первое – это природа. Согласны? Ну, конечно, слушайте, ну, что там греха-то эти? Большинство уже рождаются такими комплексами. Слушайте, нас же воспитывают. Еще от воспитания все зависит. Я знаю, что у большинства там дети есть. Они, конечно, должны расти открытыми, свободными. Ничего не бояться. То есть надо, чтобы они всегда… Не было у них никаких ограничений. Потому что 80% ограничений в нас заложено. Кто заложил? Родители. И мы не должны в детей их закладывать. Я всегда говорю, вот хочет ребенок что-то делать – пусть делает. Слово «нельзя» вообще запретное слово. То есть пусть делает. Надо уметь прояснить ему, почему те или иные последствия. Но если вы учите в формате «нет-нельзя», 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 ребенок вырастет каким? Чуть более закомплексованным. Ему будет сложно. Он в других будет видеть кого? Врагов, которые его останавливают от чего-то. У него эти шаблоны, паттерны мышления формируются. К сожалению, мы все знаем мыслим паттернами мышления. У нас примерно из одинаковых образов, грубо говоря, потом формируется мысль у всех. И от наличия вот этих паттернов мышления зависит, насколько мы эффективны в целом, как люди, потом будем. И вот говорят, интересный собеседник. Как правило, интересный собеседник тот, который достаточно разнообразно умеет мыслить. Просто мы это не можем считывать. То есть он способен выдавать там различные, скажем так, пируэты мысли и связывание фактов между собой, их интерпретации и действия на основании этих фактов, что это, ну, думаю, да, нестандартно, интересно. Но в основе лежит отсутствие у него комплексов, насмотренность такая каких-то процессов. И, ну, это, слушайте, опять отдельная тема, да, это просто с ума сойти. Не буду сейчас про это рассказывать, это очень долго. Вот, в общем, первое, что у них есть, это так называемая общительность, да, то есть она у них есть, присутствует, поверьте на слово. Там дальше надо разбирать, почему. Второе всегда у них присутствует, это целеустремленность. Я вам точно говорю, я это точно проверил. Слушайте, у всех риелторов есть цель. Потому что ничто так не побуждает действием, как понятная, осознанная, очень важно, да, проработанная цель. Вот не работает без цели ничего. Вот хоть что делайте, да. Я вам в первой части попытался объяснить, почему. Но вот нужна цель. Вот нет цели, вот глаза не горят. Вот не знаю. Я долго думал, почему так, да, пытался даже в литературе почитать, почему глаза не горят без цели. Ну, слушайте, оказывается, не хватает эффекта такого. Сейчас вот Чемпионат мира многие смотрели, да? Ну, я уверен, там 30% по статистике, 32% смотрела. Вот. Значит, чего футбол так популярен? Потому что гол есть. Редкое явление, да. И в момент гола что происходит? Счастье, радость, да. Эйфория происходит, да. И людям это нравится. Условный баскетбол смотришь, что там? Каждую минуту кто-то забивает. Ну, забили, забили, ну, в принципе. Вот. То есть, в жизни так же должно быть. То есть, ты должен абсолютно четко себе вот понимать, да, уметь вот эту цель декомпозировать на моменты и уметь понимать, что ты к ней движешься. То есть, это большинству не хватает. Большинство где-то вот не может вот эту часть структурировать. Теперь давайте немножко о будущем поговорим. Будущее, в принципе, не предопределено, согласны? Ну, это сто процентов. Нет, я знаю, что если кто верит, что все за нас решено, известно, в какой день мы умрем, есть такие люди. Я их разубеждать не буду. Вот. Но все-таки, наверное, давайте так, еще немножко вопросы. Ну, сейчас вы знаете, популярны кто у нас? Инфо-цыгане всякие. Правильно? Согласны, что они популярны? Слушайте, они популярны. Они зарабатывают огромные деньги. Чем они торгуют? Ну, успешный успех. Нет, а вот суть. Давайте вот, смотрите, дорого когда что-то стоит? Когда есть дефицит, согласны чего-то? То есть, если так вот глобально посмотреть, вот чем они торгуют? Дефицитом чего? Кто как считает? А я вот считаю ответственности. Да? В обществе не хватает ответственности за то, что ты делаешь, за вот это результат. Да, да, и они очень круто его продают, кстати. Есть другие еще системы, которые тоже торгуют ответственностью. Слушайте, кто-то торгует ответственностью, есть те, кто торгует свободой, есть те, кто еще чем-то торгует. В конечном итоге много чем торгуют, просто подается все это в другой красивой форме, да, и мы это покупаем, когда есть общий там дефицит этих процессов. Вот, поэтому здесь тоже важно понимать. И вот ответственность, я считаю, что это вот схоже с целеполаганием. Это вот эта способность, ну, четко признать, что ну ты вот реально тот человек, да, от которого все зависит, который реально будет это делать или не будет в зависимости от воли своей, какого-то желания. Но что в этой ответственности-то опасно? То, что, слушайте, ответственность это всегда что? Это ноша, тяжелая, больная, сопровождаемая болью и еще ко всему прочему очень дорогая. Потому что если по-настоящему брать ответственность, то начинает и сердце болеть, если не получается, согласны? Да, и можно ночами не спать и захотеть делать, но ответственность надо брать. Ответственность не взять легко? Легко, да, потому что идешь там, вон чемодан 72 килограмма лежит, грубо говоря, его уж надо поднять, потащить, да. Потом, конечно, вы привыкнете к нему, поверьте на слово, и вам эти 72 килограмма покажутся там 700 граммами, да. Но вот сложно вот этот отрыв сделать, да. Поэтому вот у топовых людей, риэлторов это есть, да, поверьте на слово. Со многими, понятно, общаюсь, да, часто они ее берут, да. И это правильно. Слушайте, ну и третий компонент у них у всех есть всегда, да. То есть, как мне кажется, они искренне любят то, что делают. Да, то есть, а почему любят? Да потому что получается, да, все просто, получается, да. То есть цикл, вы поняли, что это цикл, да, в который надо уметь заскакивать, и там все нормально бывает. Вот. Теперь возвращаемся к клиентам, да, возвращаемся к клиентам. Книжку недавно читал одного, книжка есть, ой, забыл, как называется. В общем, про страхового брокера американского. Он рассказывает, как он признанный, он считается великим в своем деле, ну, в американской культуре, да. Почему я очень часто приведу пример американской культуры, когда о продажах говорю? Очень просто. Продажи сколько там развиваются? 300 лет. В России сколько продажи развиваются? 30. И то есть точки зрения, что до 2000-го это были не продажи, а втюхивания, да. И реально продажи развиваются вот в таком нормальной форме, но лет 15. Мы все понимаем, закон эволюции никто не отменял, да. То есть закон эволюции никто не отменял. Эволюция как работает, все знают. В чем особенность эволюции? Почему одни системы эволюционируют, другие нет? А что значит адаптация? Вот давайте механизм, то механику. Давайте я вам сейчас еще научу немного, как правильно. Кто любит экспериментировать с чем-то? Правильно, это хорошо. Что дает эксперименты? Возможность сделать что-то по-другому, правильно? И выбрать лучшее. Природа, она так и делает. Вот кто не знает, там пример приводится, что есть доказанность, что, допустим, вот рыбки некоторые, да, допустим, раз их природа делает с другим цветом, и, допустим, эта популяция, она больше выживает. Почему? Ну, допустим, вдруг ее, условно, кто-то боится, да, из-за окраса глаз, там, акулы, для примера. И потом дальше что происходит? Природа это очень быстро копирует, кто не знает. Вот поверьте, если где-то в природе возникает какая-то эффективность для какого-то вида или подвида, природа это очень быстро, фантастически копирует. Вот. У нас происходит копирование быстро, успешных вариантов? У людей кто как считает? Честно скажите, да или нет? Слушайте, мы плохо, плохо, у нас плохо это развито, да? Мы даже не можем у себя выбирать лучшее. Почему? Мы не можем у себя лучшее. У нас даже когда что-то получилось, мы сделали крутую сделку, мы разве сядем и подумаем, почему ее сделали? Не всегда. Это просто может оказаться улыбкой и это... Не всегда. Я сразу же скажу, большинство людей, когда получает супер-успех, выходящий за рамки нормального, считают это что? Удачей. Это тоже доказано и проверено. Это, о, слушайте, это я вам... Я думаю, вы все сейчас со мной согласились, да, когда вот это услышали. Вот. И точно так же, когда идет очень большой неуспех или провал, что всегда говорят? Не повезло. Да? Вы что, это святое дело. То есть любые отклонения связывают с внешними силами. Почему? Ну, ответственности мы не любим брать, да. Мы не любим брать. Мы всегда найдем внешние причины. И супер-удачи, и супер-провала, да. На самом деле, когда было все хорошо, это мы так круто сработали. Мы что-то делали правильно, мы просто сами не поняли. Так же, как природа. Мы, грубо говоря, сделали условный новый тип какой-то, да, но его не закрепляем, потому что в человеческом сознании этих механизмов нет. Я вам ответственно заявляю. У нас нет эволюционного отбора внутри одного индивида. Мы не эволюционируем внутри жизни. Эволюция происходит только в длинном периоде. Да, мы не эволюционируем, к сожалению. Но я не знаю, кстати, вот Юля больше эксперт. Это так или не так, или это ошибочно было, делаю? Я просто вот... А? Да, я просто сейчас сказал, думаю, что это не так, может... Ну, по-моему, нет. По-моему, только межвидовое есть эволюционирование, да. Один подвид уже не меняется. Он только в следующем поколении может меняться. Вот. Ладно, давайте дальше двигаться. Так вот, получается, что очень эффективно у нас для работы эта эволюция, правильно? И мы должны эволюционироваться. И все лучшие всегда эволюционируются. Они пробуют постоянно, понимая, что сделали правильно. Там выискивают, смотрят, да, дальше развивается, это нормально. Теперь один эксперимент проводился. Сейчас расскажу. В нем Кеннеди участвовал. В чем там была суть эксперимента? Значит, 700 человек взяли и с рождения стали мониторить, чем они занимаются. Самый длительный эксперимент в мире продолжался 65 лет, по-моему, если не ошибаюсь. То есть изучали все, что они делают, их компетенции, качества, насколько они эффективны. И думаете, что потом, это недавно было, вы почитаете, в интернете это очень интересно, там присутствовал Джон Кеннеди, президент США. И потом главный, а, сменилось три поколения экспериментаторов. Ну, кто-то умирал, кто-то там, вы же понимаете, да. И потом спросили, ну, что вы все-таки доказали, что все-таки главное в жизни, да. Он вышел и сказал, думаете, что сказал. Вы знаете, говорит, каких-то существенных отличий в принципе не было выявлено. Кроме одного, большего успеха добивается в жизни тот, кто, продолжите, лучше общается с другими людьми. Все, единственный сильный коррелятор был, это способность общаться с другими людьми. Вы знаете, я то же самое скажу про бизнес-продаж. Бизнес-продаж – это коммуникационный бизнес, сто процентов, да. Это умение понимать человека, чувствовать его, быть с ним вместе, находиться, не бояться встречаться, да. И именно это дает успех. Это интересно. Почему? От чего зависит степень? Давайте так, начну вот издалека. Первое. Кто сам не боится общаться? Кто как считает? Давно говорите, говорите. Ну, кто не боится общаться? Ну, ты не боишься, да? Да. А почему? Скажи, почему не боишься общаться? Смотрите, есть два варианта развития событий. Первое – человек от природы, в принципе, общительный, да. И второе – он чувствует уверенность. Вот робость бывает такая перед общением иногда? Да, бывает, да. Зависит, я уверен, от обстоятельств, контекста, да, и так далее. То есть она когда бывает? Когда есть какая-то неуверенность. Да, вот неуверенность, она возникает. Но глубинно, если разобраться, я сейчас хотел прямо на этом остановиться, внимание. Вот сейчас приведу пример. Такой очень интересный, вообще, и показательный, на мой взгляд. Риэлтор один, ну, это, да, причем достаточно известный. Вы знаете, он внутри такой, с людьми не очень, как бы ему приятно. Не то, что приятно, ну, робость испытывает, да. Он говорит, я говорю, ну, а как ты вот робость испытываешь? Как ты со всеми общаешься? Ну, такой человек вот, он говорит, слушай, говорит, работа? Все, говорит, я, говорит, как вот в театр выхожу, да. То есть я, говорит, как театр. Я всегда, знаете, как шучу, я вот шучу и говорю. Каждый просмотр должен быть как что? Как первое свидание. Все. Глаза должны гореть, должен быть трепет. Должно быть желание. Понравиться, да, однозначно совершенно. Вот. Должно быть, знаете, вот это такое состояние. Только тогда это чувствуется. Вот только тогда это все по-настоящему, да. Если это стало работой. Но в то же время, когда актеры хорошо играют, мы их можем понять, что это игра? Но чувства возникают? Да возникают, слушайте. Да даже при фильме возникают. Даже с экрана смотрим, понимаете. Но только когда качественно, да. Согласны. Вот, поэтому смотрите. Поэтому единственное, что будет отличать эффективного человека, он умеет хорошо общаться с людьми, он находит. Я вам сейчас 5 назову факторов, почему это хорошо получается. Первое. Свои знания и свое развитие. Очень важно. Почему я всем всегда говорю, ребята, всегда развивайтесь, будьте профессионалами. То, как вы уверены в себе, именно то вам и даст вот эту внутреннюю мощь. Она же из ниоткуда не берется. Это не так, что вот так вот сам себя настроил, раз там и все. Нет. Это сложный процесс знаний, умений, навыков. То есть это первый фактор. Второй фактор всегда, который будет способствовать, это нужно очень много знать именно психологии, основы психологии. Потому что вот при всем уважении все-таки наша деятельность, она очень много на это завязана. Задам вам несколько простых вопросов. Я даже себе их записал, чтобы вам задать. Так, первый вопрос. Как вы считаете, человек любит продавать или нет? По умолчанию. А вы знаете, что это одно из самых нелюбимых занятий человека? Продавать. Да, я серьезно говорю, это правда. Еще очень большой процент, что делать? Не любит публично выступать. Все это знают. Да, то есть особенно на большую аудиторию. Потому что большинство, когда первый раз вот так вот вытаскивают на аудиторию, тысячу-две тысячи человек, что происходит всегда? Стресс, комок в горле. Да, прям заходят и не могут. Вот. То есть это важно очень понимать вот при этом процессе. Да, поэтому понимание вот этого всего в любом случае. Дальше. Второе. Как вы считаете, о чем больше всего любят рассказывать люди? А конкретно о чем? Об успехах. Это самое популярное, о чем люди рассказывают. Да, больше всего о чем любят люди? Не любят рассказывать. Нет. Как вы не поверите, о неудачах люди любят рассказывать тоже. Но близкому кругу. А незнакомцы, они просто их в принципе не скажут. Ну кто? А? А может быть иногда не даже там? Нет. Нет, ну плюс-минус. Я согласен. Вопрос процента, да, я согласен с вами полностью. Да, что под... А? Нет. Ну что люди не любят рассказывать? А доходов. Нет. То есть о доходах в частной беседе все с удовольствием быстро вообще все, по-моему, расскажут, что у них там есть и чего нет. Вот. А слабость? А слабость? И поэтому, когда многие риелторы, что, как выглядят там, начинают, пришли и пошли все о квартире, о себе, о компании и обо всем на свете, да? Они добьются успеха? Как должно быть? Им должны рассказывать, да? Только рассказывая, можно понять, что человеку интересно. Понимаете? Вы очень сильно напитываете информацией. Да, поэтому профессиональные, кто умеет продавать эффективно, да, они всегда чем работают? Не ртом, а ушами. Это очень важно, да. Это главный орган продажника, кто не знает. Вот. Это правда. Это тоже давно доказано, исследовано. Очень много есть статистики на эту тему. Вот. Даже проведен структурный анализ лучших продажников, процентовки, сколько они говорят, сколько чужие. Значит, у худших продажников продажник говорит 80-85 процентов, у лучших продажников говорит 30-32 процентов. Вот и все. Вот. Это главное что и как ты это при этом узнаешь у другого человека. Так. Ну, с этим все согласны? Я думаю, все это сейчас вот так быстро покатали. Да, ну да, наверное, что-то в этом есть. Значит, теперь совсем плохая новость. То есть, этому сложно или легко обучиться? Ну, видимо, сложно. Да, это очень сложно. Знаете, почему? Потому что для того, чтобы вот такой диалог можно было поддерживать, нужно самому обладать очень высоким уровнем развития, интеллекта, энергией, эмпатии очень серьезной и знанием о человеке. Так, в общем, смотрите, здесь разобрались, правильно? Примерно так. Давайте, раз время мало, да, у нас осталось буквально 20 минут. У нас еще есть очень большой блок. Да, такой. Давайте так. Теперь начнем. У нас тема все-таки называется «Как неудачи перевести в победы?» Да? Как это происходит? Ну, вот смотрите, вы сейчас немножко материала послушали, да, уже час 10 получается. Ну, примерно очертания уже есть, да, я уверен, у каждого. То есть, как это все там правильно происходит, почему происходит или не происходит. Я сейчас несколько аргументов приведу, таких очень серьезных. Первое и самое важное, вот вы не поверите, но большинство людей для того, чтобы вот этот переход сделать, нужно, по моим оценкам, очень мало времени. Этот процесс не связан со временем, да. А с чем он связан, кто как считает? Почему? Кто-то меняется, а кто-то нет. Вот смотрите, что должно… Давайте сейчас я вам пример приведу. Есть такой клуб, называется «Клуб шести часов», да. Он как бы считается, что в целом взаимосвязан, ну, что человек, если рано встает, да, то он, дескать, у него день удачен, потому что там целые процессы существуют и так далее. Но в то же время это прописные истины. И есть тоже, фу, слушайте, это тоже все давно доказано. Человек, который встает в 6 утра, он имеет больший доход. То есть, есть прям корреляция, во сколько ты встаешь и сколько в среднем ты зарабатываешь. Да, он оказывается взаимосвязан. Все. И есть, ну, это так, давайте, про это не будем. Почитайте, в интернете это есть, это такая интересная формула, чтобы не думать, что я там просто что-то говорю. Нам что гораздо интереснее? Для того, чтобы… Вот это возможно только при правильной мотивации. Да, вот что я хочу сказать, как бы ждал какого ответа. От мотивации все зависит. Согласны? Когда человек, вот, допустим, давайте я вам сейчас приведу простой пример. Если риелтор вообще не хочет делать сделок, да, он не хочет или не может? Не хочет. А бывает такое, что он не может? Ну, а точно, если риелтор не может. Вот, я так же считаю. Если даже тот, кто риелтор вообще не может, ему сказать, слушай, сделаешь одну сделку, получишь 500 тысяч рублей. Он ее сделает? Не хочет. Моментально, моментально, что-нибудь придумает, да. Поэтому для того, это очень интересный ответ на вопрос, что все-таки мы не знаем границ своих возможностей, да. И мы существуем в каком-то нормальном распределении, ну, наших мотивационных механизмов. Дальше. Кто-то считает, что он очень хорошо знает свои мотивационные механизмы. А я вам могу сказать так. Любой человек, который не достиг того успеха, который бы он хотел, ну, честно оценивая свое текущее положение, он просто плохо знает себя и не знает своих мотиваторов. Настоящих. А? Скорее всего, вы ее просто не знаете. Знаете что? Если бы вы ее знали, вы давно бы уже достигли. А если это мотивация на конец жизни? Слушайте, нет, ну это... Слушайте, тогда вы движетесь с успехом в своей цели. Коллеги, ладно. Тут у нас шутка возникла, говорит, а если это мотивация к концу жизни, я говорю, значит, вы движетесь с успехом в своей цели. То есть, смотрите, в любом случае, это вот я точно говорю, нужно знать свои мотиваторы, да. Есть другая, есть другая поговорка. По жизни мы ищем ответы на вопросы, которые даже себе не задаем. Это тоже, я думаю, все слышали такую фразу. Вот почему? Потому что в основе лежит вот это какая-то, ну... Я вам расскажу, любое структурирование против природы. Коллеги, чтобы все понимали, в природе нет цифр вообще. В природе нет ни одной цифры. То есть, все цифры, это что такое? Это уже настройка системы координат. То есть, в природе нет цифр, а это она, это очень органично. И любая попытка ее структурировать, наверное, изначально, ну, не задумывалась с природой, да. Это вот выход за рамки, что называется, да, вот с человека, как явление, что он, почему он этим управляет, почему сейчас, допустим, все антиглобалисты, экологи, они говорят, там, остановите развитие, вы вышли за рамки. То есть, все это ненормальное явление. Вот, поэтому давайте про мотиваторы немного. То есть, вот глубинно помогает помочь в этот переход только понимание своих мотиваторов, да. Первый вариант, их нет, реально их нет. То есть, это частый ответ на этот вопрос, да. Потому что есть исследования азиатских психологов, которые говорили, что самый лучший способ, это достаточно распространенная психологическая, это консультация на тему успешного успеха, да. То есть, люди говорят, хочу успешным быть, хочу, то есть, все, пятое, десятое. И большинство вот этих психологов, это азиатские нашего исследования, они говорят о том, что все-таки человеку не хватает понимания, зачем, да, зачем ему это надо. То есть, и когда психологи работают на тему, ставят вот это все, человек, окажется, резко начинает двигаться к цели. Это очень интересный, важный момент. Второй момент. Человек понимает глубинно свою мотивацию, да, но я всегда говорю, если есть мотивация реальная, значит, она не настоящая. Все согласны, когда ты чего-то реально хочешь, ты это делаешь. Согласны или нет? Я тоже с этим согласен. Я считаю, либо ты этого не хочешь, либо кто-то это делает, лучше тебя, грубо говоря. Допустим, если говорить о продажах, мы о продажах говорим, слушайте, ну давайте откровенно, у нас официальные данные, да, мы открыли, у нас лучшие продажники, там, стабильно, ну, там, в год свои, там, 8-10 миллионов получают, да? То есть, я считаю, что это, ну, там, ну, ладно, допустим, это предел, ну, я всяк говорю. На фортепиано можно научиться собачий вальс играть? Да. Можно. Можно научиться играть пятую мелодию Бетховена? Можно. Приложив усилия. Приложив усилия. Нет, нет, вы же понимаете, к чему я клоню, да? То есть, а можно научиться, допустим, написать щелкунчика Чайковского? Что-то такое гениальное. Вот это уже знак гениальности, да? Вот это уже тот предел, который не... Давайте так, в нашей сфере, если мы про нас бизнес говорим, где вот, на ваш взгляд, это точка отсечения ремесла от какого-то уже высокого искусства и от гениальности. Давайте в сделках. Скажем так, ну, стандартное ремесло, которому можно обучиться. Сколько это у нас? Ну, в среднем сделок в месяц. Давайте так. Ну, до пяти, ну, слушайте, ну, не знаю. Давайте хотя бы до трех начнем. То есть до трех, да? Согласны, до трех сделок это все-таки, ну, можно обучиться, делая более-менее стандартные процедуры. Так, где искусство? Наверное, ну, 20, мне кажется, уже близко к гениальности. То есть, ну, честно. Не, ну, надо быть объективными совершенно, стабильно. То есть, я считаю, искусство это где-то от пяти, наверное, до десяти. Ну, до пятнадцати, да? Свыше пятнадцати, слушайте, это гениальности. То есть, у нас таких, кто стабильно делает больше пятнадцати, где-то, ну, по компании, наверное, человек десять, да, всего лишь. Но я считаю, из такого количества, это, наверное, признак гениальности. Вот, поэтому, смотрите, и вот когда мы говорим о мотивации, я считаю, при правильной мотивации уровень начальный достигается? Да. Да, гениальность можно, искусство, возможно, тоже спорно, но должно достигаться. Вот, поэтому, значит, не просто, не сильно хотите. Так, и быстро немножко, это, самые простые примеры, как поднять себе мотивацию, кто знает. Первый, какой самый простой? Ну, первый, самый простой, вообще сделать его, визуализировать, идти к нему, да. То есть, это, это работает. Вы знаете, очень часто люди, как мотивацию себе делают? Так, смотрите, я вас, я уже вас вначале учил. Мы все работаем информационным фоном. Ну, то есть, знаете, есть это, есть очень много, чего в жизни делать нельзя, да. Ну, очень много. Почему? Потому что мы так формируем свой какой-то информационный фон внутри. То есть, мы, допустим, условно говоря, вот давайте сейчас простой пример приведу. Недавно просто книжку читал, я в Сургуте рассказывал, так смеялся, если честно, долго. «Изменяя правила» называется. Там прямо описывается, говорят, глава специальная написана про секс, да, книжка. Не книжка, конечно, а глава. Глава, да. И говорят, первое, запомните, самый простой путь резко повысить эффективность, надо, говорит, перестать смотреть порнографию. Вот. Потому что, оказывается, это мозг обманывает, добавляет какие-то искусственные ориентиры, и человек сам того не понимая, чуть расширяет себе, сужает мотивационный порог, и у него энергия потом правильно не формируется, да. Ему потом даже тяжело становится и там в обычной жизни общаться, скажем так это назовем, да. И, дескать, это все неправильно. И это дает какое-то краткосрочное счастье, но этим, говорит, вообще запрещено, да. Во многих странах поэтому это запрещено. Вот это очень сильно влияет на психику и на сознание. Точно так же у нас, поверьте на слово, все, что мы видим, делаем, допустим, плохое кто-то скажет, ну, что-то сделали, что страшного. Слушайте, мы себе решили право создания какой-то более лучшей мысли, да, более правильной, такой чистенькой. То есть она начинает чуть-чуть вот так вот, ну, не то качество мышления происходить. Вот. Потом дальше. И получается, что, ну, в сухом остатке именно вот эти мотивационные механизмы, они приводят к тому, что мы становимся неспособными вот этого всего достигнуть, что хотим. Второе, куда мы, что нужно всегда делать, это нужно, кто-то должен помимо вас знать, что вы хотите достичь. Смотрите, первое, визуализация. Помогает? Да. Второе, вы кому-то должны сказать, что вы хотите достичь. Это очень важно, коллеги, это очень важно. Понимаете, цель такое дело, да, и это очень сложно, это целая отдельная наука, как ее правильно ставить. В общем, второе, достичь. Третье, нужно себе награду назначить. Да, ну, допустим, вот вы говорите, если вдруг я, давайте не про это, а про что-то другое. Ну, вот, книжки все любят читать? Да. Да. Ну, кто-то, допустим, не любит, кто-то вот не читает 10 книжек в год, да, ну, хотя бы раз, слушайте, коллеги, я всегда говорю, ну, если вы раз в месяц не читаете книгу, но вы деградируете со скоростью света, скорее всего, да, просто вы это еще пока не оценили. То есть это вы конкурентоспособность теряете свою, как человека, да, если честно. Вот, ну и все. Почему бы, собственно говоря, в этой ситуации, говорит, прочитал 10, ну, да, минимум возьмем 12 ниже в году, что значит можно? Что-то себе позволить, да? А? Купи 13-ю. Купи 13-ю, да? Не-не, поверьте на слово. Давайте еще, вот, интересный вопрос, у меня в конце был этот вопрос, да, мы его сейчас затронули. Результат быстро бывает от изменений? Никогда. Значит, быстро бывают только что проблемы. Они быстро возникают. Победы возникают очень медленно, день изо дня, очень долго. Именно поэтому большинство что сделают? Сходят с дистанцией. Потому что, все знают, мы не привыкли к мысли длинными циклами. Понимаете, мы задуманы очень коротко. У нас все вот куда-нибудь, есть эта поговорка этого, фенематографа, украл, выпил в тюрьму, да? Украл, выпил в тюрьму. Вот, а также человек. Сделал, получил удовольствие, забыл. Сделал, получил удовольствие, забыл, да? Большие удовольствия, большие результаты, они совмещены с очень длинными процессами. Вот. В общем, третье, что я вам сказал. Назначить себе награду, потому что не работает это так. Понимаете, в мозг вас не даст вам награду. Это очень сложные процессы. Четвертое, нужно всегда уметь расширять ресурсность. Давайте сейчас вот, что, все что ли? 10 минут. Так, так, ладно. Ну, давайте тогда. В общем, четвертое, нужно уметь расширять ресурсность, как помогается мотивационно. И с вас будет себя с другой спрос, да? То есть вы должны в другой класс, грубо говоря, переходить. И самим говорить, нет, вот тут я хочу быть вот здесь, да? Искать где-то в других полях, может быть, достижения, за рамками текущей цели, чтобы вас туда чуть-чуть там выталкивало, да? Потому что, ну, это реально такие есть процессы. Вот. И пятый момент. Никогда не ищите счастья в деньгах, да? То есть очень большая ошибка нашего общества. Я искренне это говорю. Хотя понятно, что я сам человек не бедный, да? Вот. Но я глубоко убежден, что вот настоящие цели должны быть не денежные. Деньги всегда это что? Результат. Результат, да? Вот это очень важно. Я вот выступал тут на шоу «Прибыль» недавно, да? Как раз говорил, что все-таки надо ставить правильные цели. Цель, допустим, заработать столько-то денег – это неправильная цель. Это не цель даже. Цель, допустим, разбираться в чем-то, да? Очень качественно обслуживать клиентов, быть профессионалом, быть там, не знаю, хорошим родителем, условно говоря, или другом, да? Познать какие-то процессы, научиться что-то делать. Вот это должно быть цель. Какая хорошая новость? Эти цели гораздо лучше осязаются, да? Они лучше воспринимаются человеком. И ради них человек, ну, более быстрее работает. Потому что… Ну, понятно, что… Сейчас же мир такой… Это все, кстати, вот тут я с американцами не согласен, категорически вообще. То, что они все сводят к деньгам, да? И вот эти все их культура такая… Меркантилист… Ну, все знают, да, что протестантство, да, в основе меркантилист, да? То есть, типа, у кого деньги, значит, тот и прав. Вот. Я считаю, у нас должна быть другая абсолютно культура. Я реально в это верю. Но в конечном итоге это приведет к результату и к деньгам. Вот такая разница, наверное, должна быть, да? Не всегда это обязательно к большим деньгам, да? Главное быть вот удовлетворенными. И те цели, которые вы себе объективно ставите, чтобы все-таки они, ну, были видны. Теперь немного, давайте в конце, раз у меня осталось там 8 минут всего лишь, про технологию хотел рассказать. Для достижения больших результатов нужно две вещи. Энергия и ресурсы. Согласитесь? Или нет? Да. Еще есть третье, настрой. Вот три таких вот. Вокруг них все всегда пляшет. Давайте немножко проговорим. Ну, про энергию это у меня есть отдельный тренинг. Я про это не буду. Понятно, что всех они должны быть энергичными. Давайте немножко про ресурсы поговорим. Ресурсами мы большими обладаем. Вот давайте я вам сейчас простой пример приведу. У каждого человека в среднем сколько людей он знает, то, как считает. Так что он ему напишет в мессенджеры «Привет, как ты?» Ему ответят «Да, вроде нормально». Грубо говоря, а? Да, 2000 человек. В среднем человек обладает двумя тысячами контактов в своем телефоне. Это большой ресурс? Огромный. Знаете, это недавно я понимаю, что меня сейчас большинство слушают с такой нашей культурой, вот примерно сопоставимой с нами, да? Просить принято у нас? Нет. Какая русская поговорка есть? Не верь, не бойся, не проси. Я был в этом, в Израиле был, там, у стены плача, там рядом, кто был, заходишь, там библиотека. и там постулат, и какой там первый постулат, кто знает? Попроси. Вот, серьезно, это правда, да, первый постулат, попроси. Вот, смотрите, здесь что нужно делать? Значит, как ни парадоксально, не надо бояться спрашивать, не надо бояться просить о помощи, да, если вы чего-то не знаете. Вот в нашей компании такая культура реализована, то есть, на мой взгляд, я помню, слово даже этажи не раз не сказал, да, если не ошибаюсь. Вот, да, в нашей компании этажи, надо сказать. Вот, такая культура реализована, что люди должны помогать друг другу, да, и вот один из признаков еще успешных людей, которые развиваются, они сами легко и бескорыстно всем тоже помогают, и сами не боятся, что делать, тоже просить. Вот, поэтому здесь вот тоже всем могу дать совет, менять вот эти подходы, и ресурсность на себя нужно уметь забирать, но с одним условием, с каким? Взаимовыгодно. То есть, если что-то мы берем себе, мы в ответ всегда должны что делать? Отдавать. Всегда. Те, кто пытается просто брать или только отдает, а сам боится просить, это тоже неправильно, да, то есть, всегда все можно наладить, максимально взаимовыгодное сотрудничество. И если так двигаться к завершению, да, давайте вот заключительную часть, которую я в целом хотел рассказать, да, наверное, это, такой хотел аспект рассказать. Вот я начинал с чего, предначертано все или нет? Вот, сейчас как вот, ну, больше уже ответ, наверное, вероятность, наверное, не предначертано, да, но вот ничего не предначертано, вот честно говорю, вот, во-первых, давайте так, издалека начнем, к кому выгодно говорить, что все предначертано? да, кто зарабатывает на этом, кто зарабатывает на этом? вот это очень важное понимание этих систем. И это будет, цена будет все возрастать, возрастать и возрастать, у меня сегодня публичная лекция, поэтому я все-таки это так умолчу, просто обтекаемо скажу, что это системы, да, или люди иногда могут быть. Вот, второй момент, если допустить, что все зависит от нас, то у нас по-другому, что воспринимается? Время, да, смотрите, время ценный ресурс, ценнейший, поверьте на слово, когда мы берем такую парадигму, будем мы сидеть смотреть этот телевизор? Наверное, нет, да, второй момент, возможно, будем, но тогда, когда достигнем своих целей, вот, коллеги, очень важно, я никого не учу, говорю, давайте все бросить, только работай, там все-все-все, нет, конечно, давайте находить балансы, но там, где мы себе, вот, осознанно хотим видеть лучшие версии в себя, да, и стремиться к ней, надо себе такие цели ставить, вот, и надо спокойно к этому относиться, что иногда надо чем-то жертвовать, какими-то своими, там, то, что вы привыкли делать, потому что всегда, когда что-то делаете, вопрос, знаете, задайте прямой вопрос, что мне это дает? Ну, условно говоря, да, ну, что мне это дает? А чего, почему я это делаю? Да, если вдруг вы ужасом, с ужасом во время ответа, вдруг понимаете, да просто ради этих самых доморфинов, и ничего более, я этого не делаю, вот, то попытайтесь с собой проработать, посмотреть, и вот этот кайф, он, как мне кажется, недопустим, очень просто пример привести здесь с деньгами, раз мы немножко о них сегодня почти не говорили, да, давайте ближе к концу, удовольствие от покупок все получают? Да, почему? Горботы, правильно, все, лекция не зря прошла, вот, значит, горботы, а глобально почему вырабатывается? Получаем счастье, да, мы получаем то, что хотели, самый простой путь, самый простой путь, Купить что-то, да, самое простое счастье, какое покупное, самое сложное счастье, какое? Заработанное, да, когда вы за счет правильных процессов, систем, действий, следующее, еще более интересное, тоже недавно рассуждал на эту тему, думаете, человек, если он легко может себе что-то купить, он это будет покупать? Кто как считает? Когда он будет хотеть что-то? Да, на чего у него либо не хватает денег, либо он где-то не мог получить, так, допустим, как считают некоторые психологи, любовь работает, да, любовь возникает только тогда, когда там вторая половина, грубо говоря, сложно, да, ее, что называется, вступить в отношения, так это назовем, и точно так же со всеми процессами, то есть вы будете получать такое, скажем так, счастье только тогда, когда что-то не можете достичь, это очень важно, и в тот момент, когда вы это сможете, когда вы находитесь на другом уровне, да, или прекрасно без этого обходитесь, вам это удивительным образом, что не надо будет, я вам гарантирую, вы просто удивитесь, но вам это не надо будет, да, и поэтому развитие успеха, развитие более правильно, оно для вас делает очень весомую часть вещей, каких-то ненужных процессов, вы ненужными, это хорошо или плохо, хорошо, знаете почему, потому что появятся новые идеалы, новые ориентиры, которые гораздо лучше, чище, прикольнее, которые вы, сами для себя, не будут вас улучшать, и делать сильнее, сильнее, сильнее с каждым разом, вот коллеги, большое спасибо за внимание, да, то есть мне было очень приятно выступить, рассказать, надеюсь, что прошло не зря, и какие-то хоть маленькие изменения вы произведете, ради этого все было задумано, спасибо. 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 Спасибо.